Привет всем! Сегодня на обзоре Flash Gordon образца 1980 года режиссера Майка Ходжеса с примерным бюджетом в 20 миллионов долларов с потрясающим саундтреком, фантастическими костюмами и психоделическими эффектами. Недооценен в свое время, однако это не помешало ему выдвинуться на премию Сатурн. По сюжету энергетические волны, вызванные Мингом беспощадным, сместили Луну с ее орбиты. На Земле солнечное затмение. Человечество обречено на мучительную погибель. Одержимый ученый по фамилии Зарков уговаривает с помощью пистолета звезду американского футбола Флэша Гордона и его новую знакомую совершить вместе с ним полет в гиперпространство на планету Монго, откуда по его данным исходят энергетические волны. Планетой управляет император Минг Беспощадный и его дочь красавица Аура. Чтобы спасти Землю и уничтожить Минга, Флэш Гордон должен приложить немало сил, храбрости и дипломатии, чтобы объединить враждующих между собой принцев этой далекой диковинной планеты. В кинокартине много комбинированных съемок, много блеска, пафоса, наивных злодеев, одетых по трендам футуристической итальянской моды. Сцены, снятые на фоне жидкого неба, захватывают дух своей кислотностью. В картине снялись звезды 80-х. Макс фон Сюдов, Арнелла Мутти, Тополь, Брайан Блессетт, Тимоти Далтон. Лично я узнал об этом фильме из клипа группы Квинн, Флэш. Тогда я смутно представлял, что это за кино, но предполагал, что это нечто крутое и зрелищное, где мелькал герой, чем-то похожий на Дольфа Лундгрена. Эту кинокартину на видеокассетах было практически не достать. Лишь в середине 90-х я случайно увидел коробочку со знакомыми буквами. Флэш Гордон. Приобрел кассету и посмотрел фильм. Впечатления были двоякие. С одной стороны, это скучная, наивная фантастика с плохо скрываемой игрой актеров, напыщенные декорации и минимум съемок на натуре. Но с другой стороны, музыка Квинн за кадром. Совершенно невероятные виды вселенной и небо над планетой, выполненные с помощью краски, разливаемой в резервуар с водой. Декорации и костюмы – это отдельная тема. Словно это не планета, а сборище фэшн-фриков. Ведь главный художник картины, он же ответственный за костюмы, годом ранее работал на провокационной картине Каллигула «Тинта Браса». Здесь было где разгуляться полету фантазии. Оператором на картине был ветеран британской кинематографии Гилберт Тейлор, который также был оператором на «Звездных войнах». Тейлор добавил легкие элементы размытости и блюра с помощью специальных фильтров на объективах. Это создало налет некой фантастичности происходящего или действия во сне. Да и блестящие элементы костюмов большинства героев от этого смотрятся более эффектно. У меня до сих пор смешанные отношения к этой картине. Чаша весов уравновешена как плюсами, так и минусами. Как выяснилось, для реализации этого фильма пытались привлечь очень видных режиссеров того времени. Продюсер Дино де Лаурентис пытался заманить в режиссерское кресло самого Феллини и Серджо Леоне. Майк Ходжес был восьмым режиссером, которого удалось уговорить на съемке. Джордж Лукас, который являлся давним поклонником классического сериала о Флэше Гордоне, хотел как-то поставить эту картину. Но узнав, сколько стоят права, передумал и решил снимать свои «Звездные войны». На роль самого Флэша Гордона пробовался даже Арнольд Шварценеггер, но из-за акцента его не взяли. Дино де Лаурентис очень хотел, чтобы в роли Флэша Гордона выступил Курт Рассел. Курт прочел сценарий и сделал вывод, что его герой мало раскрыт и вежливо отказался от роли. Так под руку подвернулся Сэм Джонс, который и сыграл роль Гордона. Впоследствии большинство диалогов Сэма Джонса были дублированы другим актером. Это было связано с тем, что Джонс поссорился с Дино де Лаурентисом из-за задержки выплаты гонораров и отказался идти в студию записи для озвучки персонажа. Если оригинальный сериал о Флэше Гордоне оказал огромное воздействие на картину Джорджа Лука со «Звездные войны», то этот фильм был сделан в основном на волне успеха «Звездных войн». Но кинокартина с треском провалилась в финансовом плане и задумкам о продолжении было не суждено сбыться. Перед началом съемок де Лаурентис был так уверен в успехе ленты, что все главные действующие лица были подписаны на несколько фильмов продолжений. И все зря. Режиссер Майк Ходжес мечтал, чтобы музыку к его картине написали Пинк Флойд, но потом кто-то вспомнил о Куин, хотя Дино де Лаурентис никогда не слышала об этой группе. До съемок этого фильма. В 2012 году вышла кинокартина «Тед» с Эта Макфарлина. У нас в прокате она известна под названием «Третий лишний», где очень смешно и с уважением к оригиналу был обыгран эпизод с участием Сэма Джонса в образе Флэша Гордона на вечеринке. Заметно, что для главных героев Флэш Гордон одно из самых светлых воспоминаний детства, которое прошло в 80-е. Блестящее камео фильма. Подведем итоги. Перед нами дорогостоящий фильм фэнтези, фильм-сказка с элементами клише «Звездных войн». Дорогостоящий трэш в блестящей обертке, который можно использовать как визуальный цитатник из 80-х. Ну и безусловно, стоит смотреть из-за музыки Куин. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Удачи!